Что можно сделать из фетра? Наверняка приходят на ум в основном пальто и шляпы. Как выяснилось, не только. Мастер-класс по созданию кулона из фетра провела в Видновской библиотеке руководитель квилд-клуба МБУ «Энергия» Валентина Душко. Геометрические фигуры сшиваются по порядку швом иголочка вперед. Еще девочки, кто постарше, могут применить тамбурный шов. Ну, у кого-то получается, у кого-то нет. В основном шов иголочка вперед. Для декора используют фигурные бусины, бисер, стразы, тесьму и другие декоративные элементы. Все участники мастер-класса отметили – техника очень необычная. Вспоминаю хоть как нитку держать. Мне интересно, конечно. Придете еще? Да, ну, мне интересно. Не знаю, как вот Милана. Мне кажется, тоже заинтересовалась. Тебе сложно было или легко? Нет, я уже привык. Привык шить? Да. Так. То есть, сложности у тебя вообще не вызвало сегодня ничего? Нет. Ну, а вообще, как ты думаешь, интересная техника? Очень интересно. Что будешь делать вот с таким кулончиком? Подарю маме. Сложно было, нет? Нет. Не сложно? Не сложно вообще. Так. А вообще, когда-нибудь подобное делала? Ну, да. Ну, ты вообще знала, что из фетра можно сделать кулон? Да. Да. Знала? Видела раньше, да, такое? Кому подальше? Наверное, бабушке. Мы тоже решили попробовать свои силы в рукоделии и присоединились к участникам мастер-класса. Несколько кусочков фетра, немного фантазии, свободного времени и вот такой интересный кулон готов. Осталось продеть веревочку и можно носить. Такие мастер-классы – возможность не только научить юных посетителей библиотеки разным видам рукоделия, но и познакомить с деятельностью квилд-клуба, который работает на постоянной основе в МПУ «Энергия». У меня авторская программа. Дети приходят и занимаются тем, чем они хотят. То есть это не урок. Вот сегодня с фетром занимаемся, значит, все занимаются фетром. Там приходят дети и занимаются. Кто с фетром, кто с тканью, кто на креативном дизайне, например, докупаж очень популярен или роспись стекла. Кто-то кукол народных делает. Подобные тематические мастер-классы проходят в библиотеке раз в месяц. Так что следите за анонсами и обязательно приходите. Будет интересно.